МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Душа цыганского народа". В Чапаевске состоялся ежегодный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Всю свою жизнь музыкант и педагог посвятил укреплению межнационального мира и согласия на Самарской земле. Будучи председателем Чапаевской общественной организации Романа Трайо, что значит цыганская судьба, он помогал детям и взрослым найти себя, в том числе в творчестве. С Виктором Васильевичем Карабаненко мы работали в стенах этого Дворца культуры имени Горького. Абсолютно творческий, раскрытый к людям человек, творческая личность и человек-магнит, притягивающий к себе артистов потенциальных, интуитивно, безукоризненно находящих их в обществе. У него было несколько групп, маленькая группа, средняя группа, которая уже что-то умела танцевать и петь, и взрослая группа, с которой он выступал сам. Виктор Карабаненко ратовал за объединение всех национально-культурных организаций. По его инициативе в 2009 году в Чапаевске был создан Межнациональный общественный центр. Однако в том же году Виктора Карабаненко не стало. Ему было всего 48. Глаза теплый свет излучали, со шляпой в соломенный цвет. Все люди его уважали, всегда даст хороший совет. Такого по крови цыгана, с открытой настежь душой, Глазами ищу неустанно, и взгляд его всюду со мной. Душа его болью пылала, но был недалек его век, И сердце за всех острадало. Такой вот он был человек. Это был прекрасный человек. И дай Бог, чтобы все его начинания остались в душе, а они остались и продолжались дальше. Коллеги, друзья и родные продолжают дело Виктора Карабаненко. Ежегодно в Чапаевском дворце культуры в память о нем проходит Межнациональный фестиваль. В нашей стране Межнациональный мир согласия был, есть, будет. Потому что там не важно, кто ты по национальности. Важно, какой ты человек. Важно, что у тебя за душой. Участие в фестивале принимают коллективы всего Самарского региона. Дети и взрослые исполняют этнические танцы, играют на народных инструментах, поют песни на родном языке, знакомятся с традициями народов, которые проживают бок о бок на Самарской земле. Вот когда на фестиваль приезжают разные национальности, ребята разных национальностей, они знакомятся, общаются, говорят. И они уже воспринимают себя как некую общность. Это ведь здорово. Вот это надо культивировать, поощрять и развивать, чтобы шло это дальше. В основе многих народных танцев лежат древние ритуалы. Некоторые из них связаны с пробуждением природы. Часто появляется образ птиц, как в этом казахском танце кустар. А это уже кавказская лесгинка. В ее основе тоже история, повествующая о птицах. Мужчина чередует темп отмедленного к стремительному, подобно орлу, тупорящему, тупикирующему, раскинув руки, как крылья. Девушка, напротив, грациозно плывет, словно лебедь. Девушка, напротив, грациозно плывет. Традиции, обряды, легенды отражают и народные костюмы. Каждый орнамент уникален. Об этом посетителям Дворца культуры рассказывает житель Чапаевска Никита Чухнев. В его коллекции около 300 кукол-народниц. Костюмы он создает своими руками. Рассказывает, что в детстве наблюдал, как бабушка создавала кукол в национальных нарядах Республик Советского Союза. Постепенно и сам увлекся творчеством. Сохранить культуру нашей страны – это одно из самых важных, я считаю, дел, которые мы можем сделать. Потому что наша дружба не в зависимости от религии, от национальности, от расы. Мы дружим народами, мы общаемся с ними. У нас нет никаких различий. Все мы люди, и мы живем на одной планете Земля. Поэтому я считаю, нашим долгом является дружба, любовь ко всем людям на этой планете. Зрители фестиваля Виктора Корабоненко обязательно заходят в Краеведческий музей. Он расположен здесь же, во Дворце культуры. Один зал повествует об истории города, именитых земляках и важных событиях. В другом – интерактивная экспозиция. Русская, мордовская, чувашская подворья. Рядом – цыганская кибитка, символ кочевого народа. Так как у нас во Дворце, на территории которого находится наш музей, ежегодно проводится вот этот фестиваль межнациональный имени Виктора Корабоненко, то, соответственно, сюда приезжают и приходят люди разных национальностей, и в том числе представители цыганской национальности. И мы посчитали, что не очень политкорректно, не очень красиво, то, что у нас разные национальности представлены вот в этом нашем подворье, и только ничего цыганского нету. А они, когда приходят, конечно же, им хочется и сфотографироваться, и что-то померить, да, какие-то, и посидеть рядом с каким-то реквизитом, именно относящимся к их национальности. И поэтому несколько лет назад нам пришла такая мысль в голову, что, а почему нам не сделать кусочек цыганского, как бы, ну пусть не подворья, вот, но какой-то такой вот аутентичности цыганской. И сделали вот такую кибитку. Ну вот в музее первый раз, конечно, очень понравилась такая самобытность идет. Понравилось то, что представлены старое время наше. И вот иконы, смотрю. Молодежи надо об этом знать. Знать наше прошлое, наш быт. Знать прошлое, сохранять самобытность, делиться культурным опытом с другими. На фестивале имени Карабаненко коллективы не только представляют свое народное творчество, но нередко исполняют песни других народов. Например, народный чувашский ансамбль песни и танца «Самарьен», что переводится как «Самарский край», исполнил попури из известных национальных композиций, в том числе и песню на цыганском языке. Полгода ушло, чтобы только разучивать слова осетинско-цыганские, татарские нам ближе, чуваши, мордовские, мордовские, мордовские тоже легче, русские, мордовские, грузинские нам очень сложно давалось. Зритель, конечно, сейчас привык ко всему, потому что фестиваль это практически уже 13-й год проходит. Но тем удивительно, что это цыганский фестиваль. Все-таки проводятся русские, чувашские, башкирские, татарские проводятся. Каждый год, ежегодно проводим национально-общественная организация. Но цыганские, я считаю, что это народ заслуживает. Вот именно такие фестивали. Такие номера, такие артисты, все красивые, нарядные. Эти костюмы яркие, эти песни заводные. Вот таким впечатлением первый раз. Мурашки по коже прям бегут. Вот слушай, смотришь, и прям мурашки по коже. Бурными аплодисментами зрители провожали каждый номер. Что еще раз доказывает, искусство любого народа понятно и близко каждому жителю региона, независимо от национальности. Творчество в этот день объединило всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова